Друзья, всем привет! Вы слушает SD-Cast, 73-й выпуск. С вами, как обычно, в этой студии я, Кейс Даймон. А сегодня у меня в гостях Дмитрий Борисов, специалист по IP-телефонии. Дим, привет! Всем привет! Ну, Дим уже был у нас, у меня в гостях, когда мы записали выпуск на Хайлоуди, Лоа, такой большой у нас был выпуск. Вот, поэтому для тех, кому будет интересно что-то. Мы, в принципе, планируем сегодня также про там телефонию, ну, в чем Дима, собственно, специалист. Вот, соответственно, а так, кому интересно, послушайте еще там какой-то с Хайлоуда. Дим, ну, вначале, по традиции, расскажи чуть больше про себя, как ты давно вообще и чем занимаешься. Ну, так или иначе, связью я занимаюсь с того момента, как поступил в институт. Ну, вот, то есть, с 2000-го, 2001-го года там были самые разные липостаси, связи, было и строительство, были и системы видеоконференцсвязи, были и корпоративные сети, были FTTB. Ну, вот, последние, получается, пять лет я занимаюсь IP-телефонией, специализировано, и строю в основном системы, скорее операторского класса, специализированные на базе, там, такого стека технологии. Это фрисвич, это Камалио, ну, и всякие, всякая разная обвязка, там, всякие Redis, MySQL, Pastgres, Nginx, OpenRest, и все остальное. Вот, там, кое-где в это дело прорастает ло, при необходимости, собственно, о чем был подкаст на Хайлоуде. Ну, я думаю, еще вспомним, там, может, подчислить что-то подробнее. Слушай, ну, ты так уже мне сразу сказал, что, вот, там, телефонии, да, там, какой-то операторской уровень. Вот расскажи для, так сказать, простых, там, дилетант, в принципе, вообще, ну, что это за направление? Ну, понимаешь, все понимают, там, телефонии, ну, звонки, что там, да, взял, поднял трубку, набрал, что-то такое. В принципе, какой здесь, вот, помимо, там, просто звонков, ну, наверное, каких-то, там, в таких, ну, вот, дилетантском уровне пользовательских задач, там, какие-то конференц-связи, да, еще что это вообще, что здесь за направление, в принципе, да, и вот ты говоришь, там еще операторский уровень, то есть, получается, есть какие-то разные IP-телефонии там, офисная или какой-то большой роутинг уже именно такой в крупных компаниях, да, вот что здесь? Ну, операторская телефония в первую очередь отличается нагрузками, то есть, внутри там все то же самое, то есть, это те же самые звонки, это все те же каналы, это все тот же голос, чуть-чуть, совсем чуть-чуть видео, все те же конференции, голосовая почта, IVR в смысле голосовые меню, всякие голосовые помощники, распознавание речи, но если на уровне офисов, SMB, там всяких домашних офисов и прочего, даже на уровне, наверное, целых кампусов, это телефония, которая живет вся в рамках более или менее универсальной инфраструктуры, то есть, вот если, ну, к примеру, да, то есть, мы можем поставить Астериск, да, ну или тот же Фрисвич, вот, развернуть и настроить на нем все сервисы, когда нам не хватает производительности, то мы можем там что-то подпилить, да, или рядом поставить еще один такой же сервер и как-то их между собой завязать, то в операторских системах такое, как правило, не взлетает, поскольку требуются, как бы так правильно сказать, специализированные решения, ну, то есть, вот один из проектов, которые я делал, это система голосовой почты на 10 тысяч одновременных звонков, то есть, 10 тысяч одновременных звонков это сама по себе достаточно редкая нагрузка в плане офисной АТС, да, то есть, даже если у вас офис на 10 тысяч человек, то, ну, по практике это реально где-то 1 к 10, да, соотношение, то есть, это тысяча звонков, это много, да, туда нужен хороший сервер, но он один, вот, а 10 тысяч одновременных звонков голосовой почты – это вот решение для мобильного оператора, да, ну, то есть, вот в данном конкретном случае это был индийский оператор, но тем не менее, здесь в России такие решения тоже есть, и это может быть и большее количество одновременных звонков, вот, значит, аналогичные системы могут быть для всяких облачных АТС, там они тоже могут специализироваться, то есть, есть выделенные узлы моккоммутации, например, для конференц-связи, вот, поскольку сама по себе конференц-связь очень ресурсоёмкая, то есть, вопрос микширования звука, он, ну, ёмкий по процессорным мощностям, на самом деле, по вычислительным, вот, а если мы говорим о видеоконференц-связи, там микшируется видео, это ещё сложнее. Слушай, а вот даже мы, так, маленький вопрос, конференц-связь, то есть, когда один к одному звонок у тебя, ну, декодинг, там, процессинг к аудио, он происходит на каждой стороне у клиента, а сервер просто роутит, по сути, да, в одну и в другую сторону. Тут тоже вопрос, на самом деле, сложный, поскольку далеко не всегда клиенты умеют одинаковые кодеки. Это отдельная тема, как раз исключительно операторская, называется она транскодинг, для этого тоже выделяются отдельные хосты, которые занимаются исключительно транскодингом. Но это обычно делают не… ну, вот, фрисвич относится к софт-свичам пятого уровня, а транскодингом занимаются обычно софт-свичи четвёртого уровня, которые предназначены, собственно, для коммутации каналов, как таковы. То есть, они не предоставляют медиауслуг, как таковых, да, они предоставляют… ну, это тоже можно назвать медиауслугой, с одной стороны, но, как бы, чуть-чуть с другим работают. Слушай, расскажи, пятый, четвёртый уровень, тогда просто в нескольких словах про уровни, ну, ещё похоже там, как в IP, условно говоря, какие-то уровни, да? Ну, нет, это такое достаточно условное, на самом деле, деление. Дело в том, что коммутаторы четвёртого, ну, это вообще с запада пришла терминология, т.е. коммутаторы четвёртого уровня – это коммутаторы, оперирующие понятиями каналов, т.е. там, если кто-то связан, куда-то делал когда-нибудь себе в офис-телефонию, то он знает, что бывают медные линии связи, бывают Е1 потоки. Е1, да-да-да, Е1, потом есть Е2, Е4, и дальше идут всякие СТМ потоки, СТМ-1, СТМ-12, ну, не помню, честно. Ну, фиг с ним, да. Да, вот, то вот софтсвит четвёртого уровня, он занимается коммутацией как раз вот этих вот потоков. Софтсвит пятого уровня предназначен для оказания медиауслуг конкретным абонентам. Т.е. это, собственно, голосовая почта, это, собственно, голосовые меню всякие разные, прочие, там масса сервисов, там всякие ДТМФ, фильтры и так далее. Значит, в принципе, деление на самом деле условное, потому что тот же самый фрисвитч можно и достаточно успешно использовать как софтсвит четвёртого уровня, хотя по сути он является софтсвитчем пятого уровня, есть такой софтсвитч пятого уровня, называется он Yeti, который в основном как раз используют как софтсвитч четвёртого уровня, его используют как транслятор между H323 и SIPO. Несмотря на то, что и разрабатывался, вообще это достаточно классная платформа, но она бедная по медианаполнению, т.е. она мало умеет. Но она просто потому, что она ещё молодая или больше потому, что она направлена, так сказать, у неё века развития? Да, да, я в первую очередь, но я думаю, тут ещё такой момент, что мир софтсвитчей пятого уровня, в общем-то, опенсорсный, практически полностью заполнен астериском, ну и чуть-чуть фрисвитча. Астериск, мне кажется, все коммунирии, наверное, уже слышали, это словосочетание такое, самое популярное, наверное, решение. Да, самое популярное, при этом самое старое, ну в плане возраста, т.е. астериск был на рубеже 90-х, 2000-х разработан, в связи с этим у него есть некоторые достаточно существенные архитектурные ограничения, которые выливаются в достаточно низкую производительность, и снижение качества звука под высокой нагрузкой. Это связано с тем, что у него всё обрабатывается в пределах одного программного потока, и периодически он не успевает. У фрисвитча выбрана другая модель, но она тоже накладывает свои некоторые ограничения, это очень интересно. Например, астериск можно совершенно спокойно запускать в виртуальном окружении, и если с вычислительными ресурсами всё хорошо, он до определённого предела работает. Определённый предел – это при базовых настройках где-то порядка 500 звонков, его можно потюнить, чтобы он одновременно тянул порядка 1000 звонков с относительно приемлемым качеством звучания. С фрисвитчом ситуация намного лучше, я фрисвитч раскочегаривал где-то до 3500 одновременных звонков на одной машине. А примерные параметры машины, чтобы понимать, сколько это вот процессор ядро память. По процессору это была машина, это был Xeon, не скажу модель, 16 ядер по 2,6 ГГц на ядро. Значит, по памяти это было 32 ГБ на машинка, но при этом память фрисвитч к памяти более требовательный, чем Астериск, но всё равно это не самый важный объём. То есть, из этих 32 ГБ, по-моему, ГБ 18 при этом было свободно. А, ну понятно. Значит, Астериск я непосредственно не тестировал, так вот сказать, что вот такая машина, вот такая. Просто, чтобы примерно понять, когда ты говоришь 1000 звонков, чтобы понимать. Но 1000 звонков – это на самом деле предел, на который я натыкался в ходе изучения сети, то есть, с отзывами. То есть, народ говорит, что вот там получается столько, вот получается столько, и больше 1000 звонков с приемлемым качеством я не сталкивался с отзывами, сам не тестировал. Значит, при всём при этом фрисвитч очень плохо живёт, в отличие от Астериска, на виртуальном железе. Это связано с тем, что фрисвитч работает, ну как, то есть, при запуске программы он калибрует внутренний шедулер собственный на достаточно высокую частоту использования процессора. То есть, он кварца, который генерирует импульсы синхронизации в системе, независимой от процессора, его не хватает. У него частота низкая, она там типа, я не помню точно, там 3 кГц или 6 кГц или 16 кГц. То есть, для нужд синхронизации множества звуковых потоков этого маловато. Поэтому при старте калибруется собственный внутренний шедулер, который запускает внутренний цикл обработки тредов, буферов и так далее. То есть, как устроено изнутри фрисвитч. Каждое плечо звонка, не каждое звонок, а каждое плечо звонка живёт в собственном треде. И обмен пакетами происходит через общую память. То есть, один тред-пакетик получил, фрисвитч его разобрал, например. Буфер положил. Да, следующий тред его из этого буфера забрал и отправил дальше. Ну, они не будут какие-то очереди такие, соответственно. Ну, я не в курсе, как это внутри устроено. Ну, неважно, буфер очереди. Да, но принцип именно такой. И вот этот процесс происходит каждые несколько микросекунд. И в том случае, когда фрисвитч не может очередные сколько-то микросекунд получить доступ к процессорным мощностям, то есть, к реальному процессору, к тактовой частоте его, у него сбивается синхронизация. То есть, он не может посчитать, что, к примеру, есть в протоколе RTP, который используется для медиапотоков в телефонии, в нём есть такой параметр, как P-Time. Это временной промежуток, данные о котором лежат в одном пакете. То есть, в IP-телефоне используется P-Time 5, 10, 20 и 30 миллисекунд. То, с чем я сталкивался. В принципе, на плохих каналах его можно выставлять до 50, но объективно я больше 30 не видел за последнее время эксплуатации. И, соответственно, если сбивается внутренний таймер, то фрисвич не может отсчитать вот эти ровно 20 миллисекунд, и качество звука за счёт этого начинает плыть. Появляются артефакты звучания в виде дополнительного эха, либо растягивания звуков. Некоторые RTP-пакеты пропадают. А если вот эти плавания частоты доступной делаются всё более существенно, то через некоторое время фрисвич просто выпадает в Segmentation Fold. Шикарно. Да, он восстанавливается, у него есть нормальный подход, автоматическое восстановление, это достаточно быстро. Но, тем не менее, если вы хотите, чтобы у вас фрисвич работал хорошо, то желательно... Но всё-таки реал-тайм нужен, да, понятно, что в работе. Да, желательно, как говорят разработчики, желательно поселить фрисвич на такую машину, где ему будет комфортно, нежелательно, чтобы эта машина была выделена. Но я знаю много с Акшес-стори про то, как фрисвич работает в виртуальном окружении. Ну, просто, видимо, тоже хорошо протюненное, чтобы приоритеты... Да, основное... Ну, там не столько приоритеты, основное требование – это выделенное как минимум одно ядро, которое будет давать... Просто привязано к конкретной виртуальной машине. Да, совершенно верно, которое будет давать гарантированный доступ к процессорным мощностям. Слушай, мы уже, правда, забежали немножко даже про фрисвич, какие-то подробности. Давай вначале, знаешь, просто расскажи в целом, вот интересно, как вообще обычно выглядит там типичная архитектура ну, такого абстрактного, да, IP-телефонии системы. То есть, вот там, ну, да, есть клиенты, клиенты – это разные, там, телефоны, СИПы, разные использующие, как мы уже поняли, разные там протоколы для кодеки имеется в виду, да. Ну, и протоколы, наверное, тоже, в принципе, телефонийские. Дальше что-то, кстати, ну, есть сервы, вот, дальше что, какие еще компоненты, ну, просто, чтобы примерно как-то так вот сверху посмотреть, так сказать, с высоты птичьего полета, что называется, в среднем на вот компоненты такой системы. Классическая архитектура выглядит следующим образом. Есть пограничный, ну, это можно назвать маршрутизатор, коммутатор, в телефоне есть такой термин, как SBC – Session Border Controller. В этом месте входящий трафик извне, который рассматривается как непредсказуемый, т.е. он может быть как легальный от нашего пользователя, так и подделанный от кого-нибудь, так и фродовый, т.е. практически… идентифицировать наши потоки, те, с которыми мы будем работать. Мы сейчас говорим об структуре пользовательского некоего сервиса, т.е. полноценный операторский сервис, который предоставляет снаружи некоторым пользователям. И, опять же, про IP-телефонию. Т.е. классический вариант, есть куча пользователей в интернете – Manga Telecom. Вот Manga Office, продукт Manga Office, вот его архитектура. Я не знаю, какая архитектура непосредственно у них, но очень многие знают, что это такое и как это работает. Вот виртуальный АТС некая, её архитектура устроена вот по таким принципам. Значит, есть SBC, задарма, опять же, из той же самой серии. Есть SBC, на котором терминируется трафик снаружи. Значит, в его задачи входит, как я уже сказал, фильтрация, т.е. фильтрация только того, что реально имеет отношение к нам, и регистрация пользователей, как таковая. Значит, внутри есть узлы коммутации, причём в зависимости от выбора архитектора, это либо все узлы коммутации с абсолютно одинаковыми функциями, которые дублируют друг друга. Такие равноправные просто. Да, да, т.е. каждый умеет всё. Либо это пачка разных узлов коммутации специализированных. Ну, специализация нужна в том случае, если у вас много звонков. Ну, вот к примеру. Ну, тут выделение тех самых конференций, как ты уже упомянул. Да, вот конференц-связь, она требует процессорных мощностей, а, например, голосовая почта требует в первую очередь мощностей по вводу-выводу, потому что мы пишем файлики, читаем из них, а процессорных мощностей там как таковых нету, потому что хранят значительно дешевле купить больше дисков, чем процессоров, которые будут, я не знаю, MP3 писать. Ну, понятно. Проще писать на большее количество дисков. Но, тем не менее, это разные по физическим характеристикам машины. Ну, да, конечно. Соответственно, в тот момент, когда специфических звонков делается больше, уже имеет смысл выделять какие-то ноды для определенных задач. Значит, ну и есть, как правило, некоторый бэкэнд, который хранит бизнес-логику как таковую и управляет всеми вот этими компонентами, про которые мы только что говорили. Ну, и тут есть самые разные подходы, начиная от того, что SBC и углы коммутации являются абсолютно тупыми и полностью контролируются из зне. Например, такой логики придерживается, есть такой проект Казу, большой проект, направленный на быстрое разворачивание именно виртуальных АТС, у них достаточно проработанная модель продаж, т.е. эксплуатирующий Казу оператор продаёт агентам, которые в свою очередь могут продавать субагентам, либо уже конечным пользователям. Поэтому они тупые, тупые, так сказать, SBC эти, очень легко и просто развернуть, а вся там бизнес-логика где-то централизованно хранится. Да, совершенно верно, но там, кроме всего прочего, на самом деле тут ещё такой момент, фрисвич сам по себе достаточно интеллектуальный внутри, там есть довольно много высокоуровневых решений, т.е. типичная задача для АТС, дозвониться до абонента. Значит, у абонента может быть несколько устройств, на которые он желает, чтобы ему звонили последовательно, т.е. например, сначала на настольный телефон в офисе. Не отвечает на трубку, не отвечает трубку тому же мобильный. На мобильный, да, или там на стационарный домой четвёртым звонком. Значит, эта логика, она во фрисвиче может быть реализована как одной командой, так и сформированной вовне, так и командой, цепью команд с реакцией на события. Т.е. вот, к примеру, есть у нас входящий звонок, мы его поставили, ну, не будем говорить, поставили на удержание, дали гудок, контроль посылки вызова в Ленинг, да, и забыли про него на некоторое время, в это время пытаемся дозвониться до абонента. Мы можем дать фрисвичу команду, вот сбриджуй вот это с тем, кто первый ответит, да, и он будет обзванивать. А можем сделать раз звоночек, можем сделать, посмотреть на код ответа, да, т.е. ответили, не ответили, сами посчитать таймеры, положить трубку, сделать ещё один звоночек и сделать это всё руками. Значит, оба варианта являются… А руками, руками, то есть, это просто написание какой-то своей логики, которая опять же на фрисвич заливается? Нет, нет, вот в том-то всё и дело, она не заливается на фрисвич, она живёт в некоем внешнем компоненте. Который всё это дело обслуживает и как-то… Да, да, т.е. вот, например, козу они используют, у них ядро написано на эрланге, у них это полностью собственные демоны, они тоже там кластеризуемые, устойчивые. Ну, эрланг, да, понятно. Да, вот, т.е. они написали эрланговые модули для камалио, они написали эрланговые модули для фрисвича, у них всё это достаточно хорошо живёт, они написали собственный интерфейс к этому всему делу, у них есть там пачка руководств, как это развернуть, при этом объём знаний для того, чтобы освоить козу, он больше, чем объём знаний для того, чтобы освоить сами по себе фрисвич и камалио, т.е. освоив козу, в общем-то, те же усилия, которые надо потратить для того, чтобы освоить козу, можно потратить на то, чтобы написать всё самостоятельно на каких-то своих компонентах, которых мы там, на самом деле, привлекаем множество. Понятно, понятно. Так, ну, хорошо, значит, что-то я уже даже чуть потерял мысль. Ну, мы про архитектуру говорили, вот, в различные варианты. Вот расскажи теперь, давай, наверное, всё же поподробнее поговорим про фрисвич, да, ты уже начал там немножко рассказывать, как оно там живёт, немножко рассказал про архитектурку, вот расскажи, опять-таки, как бы, вот, там, говоришь, много высокоуровневых таких у него, там есть мультимедиа, медиа, так сказать, каких-то сервисов, да, вот, чего у него есть и, в принципе, как оно, вот, ну, конфигурится и вообще, вот, там, масштабируется всякие вопросы масштабирования, отказоустойчивости решаются. Давай начнём с конфигурирования. Давай, да. Значит, конфигурируется фрисвич по умолчанию в виде XML, да, при этом, ну, это такая вот удачная модель, причём очень сильно пугающая, как правило, тех, кто с фрисвичом пытается познакомиться. XML, он сам по себе такой, даже неправильное слово, неловкий. Правильное слово – это, наверное… Не знаю, неповоротливый немножко. Да, вот, то есть, он большой, надо много написать для того, чтобы передать маленький смысл. Но однажды читал совершенно справедливую вещь о том, что когда привыкаешь, потом уже не можешь вернуться к астерийсковым конфигам вида ИНИ. Кажется, что совсем ничего не хватает, и как тут сюда? Да, не хватает выразительности. Но в целом это отражается не только на непосредственном процессе конфигурирования, но и на том, как фрисвич работает с внешними поставщиками конфигурации. На самом деле там построена достаточно большая, интересная, удобная модель. Это четыре больших дерева. Дерево конфигурации – это конфигурация отдельных модулей. Дерево пользовательской директории – это информация о пользователях системы, которые могут на ней зарегистрироваться и ею пользоваться. Дерево правил маршрутизации, так называемые идеал-планы. И дерево правил маршрутизации текстовых сообщений, чат-планы. Значит, всё это вместе хранится в XML даже в памяти. То есть, фрисвич… Понятно, прочитал, держит в памяти, чтобы быстро, оперативно всем этим… Прекомпилирует сначала XML, кладёт его в файлик, откуда считывает в память, после чего при каждом обращении к необходимой информации обращается к конкретному узлу этого XML-дерева. Это позволяет ввести такой интересный механизм, когда статическое XML-дерево в памяти подменяется вызовом внешнего модуля. Собственного модуля фрисвича, который в свою очередь может запросить эти данные и построить такой XML. Вот, кстати, да, я как раз хотел подойти к тому, что понимаешь, что статическая конфигурация – это одно, это может быть для какого-то простого офиса, оно вполне себе приемлемо. Ты его там сконфигурил, забыл, всё, оно живёт. А вот для больших операторов, мне кажется, всегда там даже простой домашний интернет, ты там кнопочку в личном кабинете нажал, разблокировать, ищешь. Это же какая-то логика, которая по большому счёту не является как таковой именно статической конфигурацией. Это динамический параметр, которые, скажем так, влияют на логику работы всей системы. Поэтому здесь вот тоже интересный момент, что возможность того, чтобы на лету запретить, подменить что-то, я так понимаю, возможность этих динамической подмены, это как раз-таки ты про это сейчас отходишь, наверное. Ну, и про это в том числе смысл именно в том, что при обращении к определённым узлам собственной конфигурации FreeSwitch может настраиваться таким образом, чтобы опрашивать внешние сервисы. Этим внешним сервисом может быть как классический HTTP-сервис, который должен отдавать такой же XML, другое дело, что мы его можем сгенерировать непосредственно на стороне, так и, например, там луашный скрипт, питоновский скрипт, перловый скрипт, PHP-скрипт, там масса языков, которые… Они вызываются через вне, т.е. это как бы внешний вызов? Нет, это встроенный интерпретатор. А, вот это. Да, про PHP я, кажется, погорячился, по-моему, PHP нет, но может и есть. Но остальные интерпретаторы встроенные, они, вот, питон, луа, перл, они работают, джава, джаваскрипт, опять же, они работают, значит, на питоне, луа и перле, я даже писал генераторы, в том числе генераторы конфигурации, значит, но этим возможности не ограничиваются фрисвича на самом деле, поскольку эти же скрипты могут использовать… А, ну, есть плюс обращение непосредственно к внешним HTTP-сервисам. Ну, просто как встроенный именно функционал такой. Да, да, т.е. есть модули mod.xml.rpc, mod.xml.curl, прошу прощения, который позволяет обращаться, при обращении к узлу дерева, обращаться вовне за соответствующим XML. Ну, главное, чтобы результатом запроса был опять валидный XML, который как бы… Да, да, совершенно верно, значит, кроме того, практически все эти модули, они могут управлять работой фрисвича онлайн, да, т.е. это может быть некий скрипт, который реагирует на события внутри фрисвича и выдаёт ему IP-команды. Значит, третьим вариантом является просто последовательность команд, вызываемая из диал-плана. Т.е. вот мы в диал-плане можем вызвать скрипт, который будет внутри себя крутиться, он реагирует не на события, т.е. отличие от предыдущего в том, что он реагирует не на события, а он вызывает с диал-планом. Ну, мы в сценарии можем вызвать некий внешний скрипт, который будет исполнять некую логику на любом из перечисленных языков и отдавать команду фрисвичу такие, какие с его точки зрения должны быть отданы в данный момент. Отличается от реакции на события тем, что, как правило, это интерактивный режим работы, т.е. если в событийной модели есть некое событие, и мы на него отдаём некую реакцию, и после этого скрипт отключается от управления каналом, то здесь это некий интерактив, это похоже на то, как человек взаимодействует с VR-меню, послушал, что ему сказали, нажал кнопочку, там выполнилось некое действие, опять послушали, что сказали, и так вот последовательно. Вот такие скрипты тоже невозможны. Ну, и к этому, естественно, привязываются обязательно какие-то хранилища данных, т.е. там самые разные, постгресс, на SQL, любой, ADBC. А на чём, кстати говоря, фрейсвич написан, на каком языке? На C. На C, да? Ну, там есть чуть-чуть плюсов, но в основном на C. Ну, есть за что там C, C++ состоит. Да, 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 т.е. это C-шная система, практически всё, что у него дописывается, дописывается тоже на C. Ну, как бы неудивительно, на самом деле. Ну, в общем-то, весьма… Система должна быть весьма производительной, при этом начинали её писать в середине 2000-х, тогда, по-моему, даже компилируемых языков по производительности и выразительности аналогичных. Ну, понятно, что это сейчас появилось всякие там расты и прочее. Да, да, совершенно. Гоу, наверное, мне кажется, такой сейчас выбор. Кстати, я слышал доклад о том, как народ на Гоу написал собственную систему голосовой почты как раз для операторов, да, вот, тоже под высокую нагрузку. Не знаю, насколько сакшист была эта история, но на тот момент, когда докладчик выступал, они говорили о том, что они её внедрили, и оператор её пользуется. Там тоже была высокая нагрузка, т.е. там были тысячи звонков, вот так что. Класс, слушай, а вот расскажи немножко, знаешь, вот интересно, если ты можешь сказать, как, ну, там, виртуальные машины, да, там, Лу и прочие, в связи, они свои какие-то встроены там, да, то есть, или они, ну, неважно, готовые, не готовые, в смысле, там, вот, и вообще система вот этого плагинов, вызова, как она вот во фрисвичи немножко, так сказать, устроена, это вот, хотя, наверное, плагины и виртуальные скрипты, вот это, в смысле, виртуальные машины для скриптов, это немножко всё-таки две разные вещи, я так, наверное, смешал в кучу. Значит, про модули, модули динамически связываем библиотеки, по сути, которые экспортируют во фрисвич фиксированный набор интерфейсов, через которые экспортируют собственно функции, которые доставляют. В основном, это, ну, основная часть модулей, это IP-вызовы и команды дел планов дополнительные, значит, иногда, ну, вот, например, там, модули взаимодействия с Redis, они экспортируют во фрисвич способы доступа к данным новые, да, то есть, взаимодействия с тем же самым Redis, значит, какие там ещё модули есть, значит, есть модули, которые экспортируют во фрисвич кодеки, вот, т.е. кодеки в нём не встроены, они… Отдельными модулями все лежат. Они лежат отдельными модулями, вот, значит, что ещё? Опять же, SIP-стек экспортируется во фрисвич отдельным модулем, т.е. фрисвич может работать без SIP-а в целом. Это, конечно, будет своеобразная работа, очень, вот, но теоретически это возможно, т.е. в принципе, его можно использовать как коммутатор TDM потоков, ну, к нему подключаются цифровые аналоговые платы телефоней, ну, там, как они называются, Digium-овские, да, ну, Digium – это производитель плат, который спонсирует развитие Астерийска, вот, вот, собственно, его же платы подключаются к фрисвичу, вот, и можно использовать фрисвич как коммутатор телефонных звонков, там, между каналами этих плат. Можно, ну, в общем, какой ещё, в самом ядре фрисвича на самом деле реализованы какие механизмы? Там реализован механизм работы с конфигурацией, вот этой самой XML, механизм коммутации потоков, как таковых, и механизм управления каналами. Ну, коммутация потоков – это вот та самая, когда там буферы, треды, вот это всё, а управление каналами – это что? Управление каналами – это изменение состояния, канал такая виртуальная сущность, значит, когда АТС разговаривает с абонентом, она создаёт, по сути, два звонка, да, то есть, вот, такое немного отвлечение в сторону сиповой терминологии, то есть, есть сиппрокси, а есть бэк-ту-бэк юзер-агенты, вот сиппрокси, они, по сути, передают канал дальше, т.е. к ним прилетает сиппакет, который формирует канал, и с какими-то изменениями они этот же пакет передают дальше, т.е. идентификатор канала остаётся тем же. А бэк-ту-бэк юзер-агент, он принимает сиппакет, обрабатывает его как входящий звонок, ну, как канал, по сути, т.е. создаёт для него новый канал, после чего, в зависимости от того, какой сценарий соответствует такому звонку, он создаёт, может создавать ещё один канал, и вот они вдвоём образуют звонок, да, но в случае с конференцией, например, таких каналов может быть не два, а больше, 5, 6, 7, либо в случае, если у нас на этом же сервере, например, реализована какая-то медиауслуга, ну, та же голосовая почта, канал останется всё равно один, но тем не менее, вместе с вот этим приложением голосовой почты он тоже организует звонок. Так вот, канал – это такая более абстрактная сущность, которая объединяет сигнальную информацию, кто звонит, куда звонит, когда звонит, его идентификатор, ну, там, СИП-заголовки, параметры, РТП потоков, то есть, там, СДП и так далее, плюс сами медиа-данные, вот это вот всё вместе объединяется в канал, ну, в терминологии фрисвича – channel, да, вот, и любой канал в процессе жизни меняет как-то свои состояния, то есть, это канал только создан, в канале канал отвечен, в канале есть медиа-данные, нет медиа-данных, да, то есть, вот, и в ядре фрисвича заложена логика управления вот этими каналами и коммутации их между собой, вот, всё остальное, вот, абсолютно весь прочий функционал, он вынесен в модули, и эти модули, при помощи этих модулей фрисвич развивается. Ну, понятно, да, быстрое ядро, дальше всё же ты прикрутил сбоку, только то, что тебе нужно. Слушай, знаешь, вот, пара моментов, которые ещё таких интересных, вот, ну, там, первый, это вот этот а-ля не биллинг, не биллинг, ну, когда ты, условно говоря, как происходит вот конфигурирует у себя система, там, поиск, не знаю, зашёл, там, денежку положил, да, хочет там, чтобы ему там доступен звонок или вот привязка, да, это всё автоматизировано, по-моему, дело, что там никто руками не сидит, там, админ, и всё это не конфигурит. Как это обычно делается? Это просто, условно говоря, отдельная некая система, там, ну, имеется в виду, там, приложение, там, веб, не веб, не столь важно, да, которое просто конфигурит там базу данных, а дальше через вот этот дерево конфигураций фрисвич умеет это считывать и, собственно, понимать, что, да. Или как это всё обычно происходит? Сильно по-разному, на самом деле, поскольку, ну, есть более или менее стандартные решения, в том числе биллинговые, к которым фрисвич привязывается, то есть, вот, там, на Апворке, да, есть такой большой фрилансовый сайт, где размещаются в основном западные заказы, то есть, там, очень много штатов, чуть-чуть поменьше, Европы и Юго-Восточная Азия, ну, совсем мало, да, там, я несколько раз видел австралийские заказы, такой вот, значит, они в основном, у них в основном востребованы готовые решения, то есть, мы разворачиваем фрисвич, мы к нему разворачиваем SBC, Камалио, там, либо OpenSips, к нему разворачивается, например, A2Billing, есть такое готовое решение, которое интегрируется с фрисвичом, к нему разворачивается какой-нибудь самописный красивый веб-интерфейс, да, вот, и мы начинаем продавать, то есть, весь цикл разработки занимает, там, два-три месяца от силы, и то в основном потому, что время уходит на отрисовку специфичного, ну, индивидуального веб-интерфейса. Понятно, знаешь, но вот в среднем, то есть, вот, просто немножко, чтобы понять, вот, да, какие-то такой системы разумеется, как она, так сказать, такой типичный workflow, да, пользователь зашел, там, создал запись там в личном кабинете, понятно, там, не знаю, положил денежку, это прилетело в Billing, Billing понял, что да, денежка прилетела, можно пользователь, там, не знаю, выдать номер, там, или что-то такое, да, как потом вот пользователь начинает, там, имеет возможность посмотреть, он же открывает. Ну, я же говорю, там, множество самых разных вариантов, значит, самый простой и древний путь – это авторизация звонка при помощи радиуса. Ну, да, я слышал, да, вот, что там, ну, во всяких, да, вот, что телефония, что во всех там интернетах там радиус – это штука, которая ещё живёт. Ну, тут ещё такой момент, что телефония, она вообще очень инертная, да, то есть, вот, скажем так, в 15-м году я, у меня был клиент, который захотел поменять свою АТС, поставленную в середине 90-х, потому, что дешевле было её поменять, чем купить к ней модель. Модуль интеграции с СРМ. Нормально. Ну, да, то есть, при этом это был такой ящик, ну, даже не ящик, там почти стойка, да, половинной высоты, то есть, там не 42, а сколько там, 30 юнитов, набитые оплатами, которые… и при этом все были довольны. Значит, на самом деле древние АТС заменяют на более новые только потому, что они жрут очень много электричества и занимают очень большие площади. Эти площади, если их сдать в аренду, они принесут больше денег, чем АТС, которая там стоит, поэтому… а АТС вот размером, я не знаю, которая стоит в машзале площадью 400 квадратов, она сейчас вмещается в стойку, забирает в ней 4 юнита. Ну, понятно. Все то же самое, причем из этих 4 юнита 2 юнита – это входящие потомки. Нет, ну, UPS дополнительно, да, ну, не 4, хорошо, там, 12 юнитов. Поэтому радиус там живет, это я вот к чему. Дело в том, что радиус сам по себе достаточно… ну, система, у которой есть ряд ограничений, плюс она достаточно… Она тоже очень древняя, очень древняя, конечно. Да, 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 то есть, она родом из 90-х, и то, что она древняя – это не страшно, а вот то, что она медленная достаточно, да, это печально, хотя очень многие продолжают их пользоваться, они как-то развиваются. А помимо радиуса, какие еще более современные, так сказать, варианты авторизации и вот этого всего? Очень многие делают самостоятельно что-то, значит, есть масса биллингов коммерческих, которые… Слушай, ну, а самостоятельно это просто написание плагина к тому же самому фрисвичу, который подписывается там на события, там, приход звонка, еще что-то, и отвечает, что да, да, нет, нет. Ну, скорее не плагин к фрисвичу, скорее это некий внешний сервис, к которому фрисвич обращается с вопросом, вот у меня есть звонок, что мне с ним сделать? То есть, вот, как я говорил раньше, можно передать любой узел дерева конфигурации, например, передать диалплан, к вам на веб-сервер, любой веб-сервер прилетает запрос, в котором указано, кто звонит, кому звонит. Ну, вся информация, в общем, какая фрисвичевая нода ее обрабатывает, и вам надо просто отдать диалплан. Понятно, что если вы не хотите обрабатывать звонок, вы можете совершенно спокойно отдать диалплан из одной строчки, в которой написано, проиграть такой-то файл. А в файликах у вас записаны, извините, у вас кончились деньги. Слушай, расскажи еще, ты много раз упоминал диалплан, то есть, ну, так примерно какое-то представление есть, понимаешь, что это некий там, как сказать, не скрипт, а сценарий, сценарий обработки звонка, да, насколько я понимаю. Вот, может быть, чуть-чуть поподробнее расскажи, просто что еще это такое. Ну, это и есть сценарий обработки звонка. Я угадал. Да, то есть, собственно, больше ничего в нем нету. При этом как раз в нем и раскрывается, в нем используются все команды управления звонком, которые есть, ну, во фрисвиче есть два интерфейса управления звонком. Это команды API, которые даются без привязки к какому-то конкретному каналу, да, и команды диалплана, которые по умолчанию привязаны к текущему звонку, в котором канал… Контекст, я условно. Да, да, совершенно верно. Вот, и они, эти два множества, они не полностью пересекаются, да, но, тем не менее, в обоих есть возможность управлять звонком, вот, и оба множества дают там достаточно высокоуровневые, ну, как-то сказать, последовательности. Ну, понятно. То есть, вот, ну, там, я не знаю, вот, есть такая команда, как условный перевод звонка, да, то есть, вот, в диалплане мы можем сказать, что при такой-то ДТМФ последовательности включить вот эту команду, и оно так и сработает, да, то есть, если пользователь наберёт вот такие-то ДТМФ, то после этого запустится определённая команда, которая в итоге приведёт к условному переводу звонка. Вот, есть такой вариант, есть, ну, наиболее распространённая команда – это команда Bridge, да, которая позволяет инициировать второе плечо и по факту успешного установления соединения, то есть, когда там ответили, соединить его с тем плечом, которое инициировало. Ну, это, собственно, обычный, так сказать, по большому счёту, самый частый, да, обычный звонок. Значит, приложение VR, приложение конференции, приложение очередь, там ряд приложений очереди, да, приложение проигрывания некоего звукового файла, приложение установки этого самого, установки звонка на удержание, приложение установки звонка в маркинге. Это всё в диалпланах? Да, это всё реализуется непосредственно в диалпланах и там же задаются параметры. Значит, в фрисвиче есть такое понятие, как канальная переменная, ну, чуть-чуть, опять же, об организации внутри фрисвича звонков и так далее. Значит, когда канал создаётся, он создаётся с некоторым набором свойств или атрибутов, это можно назвать по-разному, да, и каждое последующее действие добавляет в этот перечень или изменяет уже имеющиеся там атрибуты. Так вот, в результате к моменту окончания звонка мы имеем… Такую всю историю изменений. Ну, вот в том-то и дело, что там практически нет истории изменений, там есть слепок последних состояний. То есть, вот каждое новое действие, оно что-то туда добавляет, и вот каждая строка, она состоит из имени атрибута и значений. Вот имя атрибута в фрисвиче называется канальной переменной, и канальные переменные можно устанавливать из диалплана, а они, в свою очередь, управляют поведением фрисвича и его приложений, которые что-то с этим каналом делают. Ну, которые завязаны, так сказать, логикой на эти самые переменные. Да, да, то есть, ну, вот там самый простой пример, если мы хотим, чтобы исходящий звонок длился 30 секунд, а не 60, то есть, мы пытаемся кому-то дозвониться, и тайм-аут хотим выставить в 30 секунд. Мы выставляем канальную переменную Regenation тайм-аут в значение 30, а если мы хотим, чтобы… И фрисвич сам, собственно, понимает, что оно 30, всё. Да, да, совершенно верно, и после этого, когда он создаёт второй канал для того, чтобы попытаться дозвониться, он смотрит на эту канальную переменную из канала инициатора, и устанавливает там свою канальную переменную, я не помню, как она называется, по-моему, call timeout, в как раз это же самое значение. То есть, вот, в принципе, во фрисвиче всё так работает, то есть, мы опираемся на текущее состояние, исходя из текущего состояния, делаем действия, которые подразумеваются вот там, такой командой. Слушай, расскажи ещё, знаешь, вот интересный момент, там мы уже вначале там упоминали, что там клиенты, да, ну, понятно, что могут быть там поддерживать разные кодеки, просто интересно, как происходит механизм от установки соединений, да, но первое, что приходит в голову, теоретически, там, SIP какой-нибудь клиент может поддерживать несколько разных кодеков. Да. Есть ли у них какой-то, вот, когда он там установлен, происходит самовсоединение, что ребята, там они договариваются, они как, они выбирают какой кодек. Вот расскажи немножко про механику вот этого процесса. Значит, это такая магия, которая описывается протоколом SDP. Session Description Protocol, да. Да, да, совершенно верно. И, ну, всё на самом деле достаточно просто. Звонок начинается с SIP-пакета Invite, да, в ответ на который вторая сторона звонка отвечает сначала пакетом с кодом 100, trying, пытаемся, потом идут либо 180, либо 183, это, соответственно, ringing, либо session progress, вот, я могу путать, кто из них какой, но это не очень важно. Ну, не столь важно, просто интересно самологически. Значит, отличаются они тем, что когда звонящая сторона получает ringing, она сама начинает генерировать в трубку контроль по ссылке вызова, то есть, вот, когда мы слышим длинный гудок, если мы звоним по SIP-телефонии, то длинный гудок генерирует не та сторона, а сам наш телефон. А если мы получаем session progress, то, как правило, мы получаем звук с той стороны, и в этот случай мы можем как раз слушать, например, музычку, да, потому что музычку генерирует там удалённая сторона, а не наш телефон самостоятельный. Значит, и сессия считается установленной в тот момент, когда с обратной стороны берут трубку, что выражается в получении нами пакета 200 окей со статусом. Так вот, для того, чтобы согласовать кодеки и вообще параметры медиапотока, в invite-пакете инициирующая сторона передаёт перечень кодеков, которые она умеет, и свою сетевую информацию, как то IP-адрес и порт, на котором она будет слушать входящее подключение. Здесь, собственно, в этом и суть всей более IP-ти телефонистов, которая связана со словом «над». Дело в том, что когда удалённый клиент из внутренней подсети передаёт вот этот пакет, в этом пакете написано, что он будет слушать на адресе, например, 192.168.05, на порту 20.25. Для стороны «Б» вот эти вот данные… Они ни о чём, это понятно. Вообще ни о чём. И телефонисты, IP-телефонисты вот уже 20 с лишним лет придумывают, как это обходить, напридумывали кучу протоколов. Ну, ладно, это такое лирическое отступление про нашу боль. Проблема эта, на самом деле, решается. Не всегда, не всегда очень просто, но это вполне решаемая проблема. Вторая сторона в общем случае получает этот пакет, и когда генерирует либо 183 Session Progress, либо 200 OK, она в него включает со своей стороны информацию о том, на каком порту она будет слушать и передавать, и какой один кодек из предложенной противоположной стороной она выбрала. Вот, при этом здесь возникает момент, как раз связанный с… Помните, я говорил про B2B-UA и CIP-прокси. Вот в случае с CIP-прокси логично, что сам прокси никак не участвует в этом согласовании, потому что он эти данные передает. А в случае с B2B-UA мы делаем как? Мы получаем пакет, после чего делаем ещё одну сессию, куда, тоже должны передать какие-то кодеки. Вот во FreeSwich'е существуют два механизма. Согласование кодеков – это раннее и позднее согласование. Раннее согласование предполагает, что в тот момент, когда мы получили инвайт, мы сразу выбрали для него кодек, на котором мы будем разговаривать, и он, это никак не связано со второй стороной. При этом во вторую сторону мы можем либо отдать только этот кодек, либо отдать весь перечень кодеков с этим кодеком на первом месте. Но если вторая сторона этот кодек не умеет, то мы в любом случае получим транскодинг. Даже если у нас в обоих перечнях на плече А и плече Б есть общие кодеки, но поскольку на плече А… Поскольку мы сразу же ему сказали, что мы выбрали вот этот. Да, мы уже не можем изменить. Вот это называется раннее согласование и приводит к достаточно частым излишним затратам в различных мощностях, поскольку транскодинг… Транскодинг, который по факту мог бы быть… Совершенно верно. Поэтому есть так называемый вариант позднего согласования, когда мы на плече А откладываем момент выбора кодека… Пока не дождёмся ответа со стороны Б. Да, совершенно верно. Но это не всегда работает, т.е. это, например, 100% не сработает в том случае, если вам надо ответить звонок на плече А до того, как мы узнаем, куда звонить на плече Б. Ну, например… Проиграть в какое-то предварительное сообщение ещё что-то… Проиграть сообщение можно и без ответа звонка, а вот, например, запустить голосовое меню… Ага, уже ты обязанностно ведёшься. Да, совершенно верно, потому что двухсторонний… Я просто хотел как раз спросить, в чём отлично, если есть позднее, зачем же делать раннее, а теперь всё понятно, что есть случаи, когда из него не избежишь. Да, во-первых, есть варианты, когда его не избежишь, во-вторых, это такое… позднее согласование кодеков – это, на самом деле, такое изобретение, которое не описано непосредственно в протоколах, изначально было, поскольку было всего там, я не знаю, пяток кодеков. Вообще, в телефонии очень консервативная среда, и, например, в телефонии по сей день, в классической телефонии по сей день нет динамической маршрутизации. Вот те, кто знакомы с IP-сетями, особенно с большими, они знают, что там, например, межпровайдерская маршрутизация осуществляется по BGP-протоколу. Ну да, конечно. Она позволяет иметь несколько оплинков и автоматически без участия человека перекидывать нагрузку между… Да, там всё очень-очень неплохо. Ну, там есть свои сложности, например, кто-нибудь из Ирана может положить половину интернета в США или ещё что-нибудь такое. Ну, мы слышали уже эти истории. Или в обратную сторону, но, тем не менее, там много динамики, в классической телефонии по сей день динамики нет совсем. То есть, звонки ходят туда, куда люди написали ручками, и это жёстко регулируется, в том числе законодательно. То есть, например, в России каждый телефонный стык обязан быть зарегистрирован, вот я не помню, Россвязь или… Ну, где-то, в общем-то. Да, то есть, в одной из наших государственных структур, которая регистрирует его и которая хранит реестр этих взаимоподключений и поэтому знает, какой звонок каким путём куда пойдёт. Значит, рулит всем этим делом, насколько мне известно, Ростелеком, и большая часть звонков всё ещё транзитит через Ростелеком, несмотря на то, что многие имеют там взаимные подключения. И самое главное, что динамически, если у вас, если у него небольшой оператор связи, у вас упал один из каналов, то динамически переключить звонки на другой канал, ну, практически невозможно. То есть, это в любом случае связано с некими телодвижениями персонала. Ну, очень странно, по идее, даже сейчас IP, сейчас наоборот уже всё как будто это вот отказоустойчивое, маршрутизация динамическая, всё это у нас как бы просто в силу, ну, как обычно. Ну, это не у нас, это не у нас, вообще в мире, да. Это законодательная система, вот это всё. Там, ну, это связано в первую очередь с тем, что телефония, ну, как я уже сказал, очень консервативная среда, то есть, когда телефония работает, то значительно проще оставить её работать, чем рисковать всё поломать. Хотя, конечно, есть всякие подвижки, ну, в плане протоколов, да, о том, как это сделать динамическим, как это сделать менее централизованным, то есть, есть всякие протоколы типа Enum, которые позволяют найти абонента по его имени, да, уникальному. Ну, в смысле, найти его конкретные данные о подключении СИПовым, да, для того, чтобы позвонить ему напрямую, минуя там вообще всех операторов. Но это всё пока что в большей степени утопия, нежели что-то, что реально работает. Хотя, в принципе, некоторое количество иного абонента в мире есть, и они так или иначе… Слушай, ну, мы как раз так уже, знаешь, даже плавненько подошли, обсудив текущее положение дела к тому, что может быть дальше. Вот хочется немножко поговорить о перспективах, ну, и вообще развитие сферы. Ну, и первый вопрос, по-моему, самый такой, который образуется, вот там WebRTC, да, вот сейчас в браузерах везде есть, вот, и все говорят, что, в принципе, там вот даже многие сайты уже прикручивают себе там звонки прямо из сайта, да, так сказать, из браузера, из твоего там какого-то приложения, из такого веб в куда-либо там в мир и так далее, там, позвоните нам прямо вот из браузера. Вот ты вообще что про эту тему думаешь, насколько оно распространяется, ну, и вообще, насколько там оно сделано и проработано, и вообще. Ну, WebRTC имеет тот же самый набор проблем, который был у СИПА в целом, да, то есть фактически это наследник СИПА. Ну, по большому счету да, конечно. А WebRTC при этом был задуман как система для того, чтобы два браузера могли позвонить друг другу, и вот это очень слабо жизнеспособно, как раз по причине тех самых натов. Ну, все натов, ну да-да-да, все нужно строить там эти сервера, как они называются. Ну, натов, фаерволов, необходимости пачки турн-серверов и так далее. Турн, да-да-да, вот это всё. Значит, поэтому я не думаю, что это будет сильно активно развиваться, ну, как минимум потому, что нет выгоды приобретателя, кроме конечного пользователя, да, а объём выгоды конечного пользователя не такого размера, чтобы он содержал промежуточный сервер. Ну, конечно, да. То есть, без переезда всеобщего поголовного на IPv6 перспективы в WebRTC, в общем, туманны. Если все переедем на IPv6, там могут быть варианты, но… Ну, опять-то, NAT в IPv6 вполне может остаться, то есть, конечно же, с этой перспективой, что ребята, адресов хватит на всем, они нужны NAT и прочее, это такая туманная вещь. Там в любом случае будут фаерволы. Ну, короче говоря, проблемы в WebRTC те же самые, что и у СИПа, на IPv6, я думаю, мы столкнёмся с какими-то новыми проблемами в дополнение, но телефония, на мой взгляд, будет продолжать оставаться централизованной системой, то есть, сервероориентированной, в которой будут выгодоприобретатели, операторы связи, которые вне зависимости от технологии будут брать деньги с пользователей, с одной стороны, с другой стороны, обеспечивать инфраструктуру и решать кучу промежуточных проблем, о которых пользователи, собственно, не догадываются. То есть, мечта о полностью децентрализованной сети, она даже для интернета не реализовалась, поскольку у нас в реальности есть центры, которые этим всем управляют, у нас есть крупные магистральные операторы, у нас есть всякие Иоанна, Райпы и прочее. Поэтому, несмотря на всякие идеи децентрализации, тем не менее, конечный пользователь не стал от этого сильно свободнее. Более того, для телефоне переехать куда-то со своим номером – это просто, а для… вернее, это сложнее, чем переехать к другому оператору со своим доменом. Но, тем не менее, если вам, кроме этого, надо перевести еще и сервер, вы тоже получите пачку геморроя. Вот. Значит, поэтому WebRTC будет развиваться как одна из технологий, но, ну, скажем так, я вот недавно столкнулся с двумя вариантами. Либо для всех сделать в WebRTC решение, либо сделать для мобильных аппаратов свои нативные решения, для десктопа свое решение. А WebRTC сделать в качестве универсального решения на случай, если нет возможности поставить что-то конкретное. И в итоге остановились на более дорогой разработке множества решений, чем написание одного WebRTC. Ну, тут как бы в качестве такой проблемы вот WebRTC не умеет получать пуши, к примеру. То есть, вот Firebase, есть такой фреймворк у Google, который позволяет отправлять пуш-нотификейшнс, значит, вот обычное веб-приложение, он такие пуши получать не очень умеет. А всякие там HTTP2 и прочие вот? Ну, тут проблема в том, что, ну, вам в любом случае надо, даже если мы это делаем в виде веб-приложения, да, мобильного веб-приложения, тем не менее, мы всё равно регистрируем его как отдельное приложение, ему всё равно выделяется набор идентификаторов, токенов, мы платим за место в Google Apps, ну, в Google Play и так далее. То есть, в любом случае работаем с приложением. А WebRTC-библиотеки, они менее на данный момент проработаны, чем, например, сиповые библиотеки нативные. Ну, понятно дело, всё логично. Поэтому значительно проще написать нативный клиент, да, а не пытаться делать универсальные решения для всех платформ. Ясно. Ну, в WebRTC понятно, вот ты там ещё упоминал какие-то другие кодеки, потому что там всё, какие есть, как в силу консервативности, да, сферы. Вот расскажи, что-то новое появляется, ты там, или что-то такое, что здесь появляется интересного? Самым большим движением вперёд за последний год я считаю отмену, вернее, как протухание патента на кодек G729. То есть, G729 всегда был платный с момента разработки, и вот сейчас патент на него закончился, я не очень большой специалист в патентном законодательстве, но смысл в том, что его в данный момент можно реализовать, и по законодательству тех стран, которые признают американские патенты, за реализацию алгоритма G729 кодека не надо платить. То есть, вот по состоянию... Это хороший кодек такой, да, который... Это очень один из очень распространённых кодеков, то есть, на G729 работает большинство мобильных операторов, он... Ну, кодеки, они отличаются чем? Они отличаются качеством звука. Ну, чувствительность к каналам, там, кстати, качество... Ну, качеством, грубо, это два параметра, качество звука и полоса пропускания. То есть, классические два кодека, это G711A и G711U, разработанные ещё там в начале XX века. Смысл в том, что у нас есть 8 кГц, частота дискретизации, и у нас есть 256 уровней громкости, которые кодируются 8 битами. В итоге мы получаем 64 тысячи бит в секунду, в которой кодируется человеческая речь в частотной полосе от 300 до 3300 Гц. Вот, эти кодеки поддерживаются всеми, везде, но, во-первых, они дают достаточно низкое качество звука, то есть, ну, все мы разговаривали по телефону и знаем, что когда мы звоним с мобильного на мобильный, слышно лучше, чем мы, когда мы звоним с мобильного на городской. Это именно потому, что городские телефонные сети работают по G711, а мобильные сети работают на G729. У G729 полоса частот больше, я не скажу какая, но она существенно шире, чем вот эти вот 3000 Гц, и при этом за счёт алгоритма сжатия он занимает меньшую полосу пропускания. Есть там более новые кодеки, всякие спикс, опус, есть набор H260 кодеков и так далее, которые, ну, H262, H3, H4 это кодеки вообще для видео, которые в свою очередь позволяют АМР, АМР-Вайтбенд, АМР-Нарвобенд, по-моему, они называют. Это вот кодеки, которые позволяют в фиксированную узкую полосу частот хорошее качество вписать, или в зависимости от характеристик звука, менять текущую полосу частот. Их там довольно много новых, и за последние пару лет я, честно говоря, не помню, значит, из тенденций потихонечку появляется всё больше решений и операторов, которые поддерживают спикс, а он даёт хорошее, совсем хорошее качество звука, то есть это вот практически как сидеть и разговаривать. Ну, там серьёзных движений особо нет, то есть это всё в основном связано с доступной полосой частот больше, нежели с вычислительными возможностями, потому что вычислительные возможности аппаратов уже давно перешагнули, ну, телефон их имеется в виду, давно перешагнули необходимые мощности для реализации всех кодеков, а все алгоритмы сжатия, которые используются этими кодеками, были разработаны вообще ещё в 20-м веке. Ну, понятно, да. То есть, как бы всё придумано до нас, мы доросли технологически, можем теперь так или иначе внедрять. Другое дело, что я не знаю ни одного человека, кто бы сменил оператора связи, потому что тут слышно лучше. Не в том смысле, что тут слышно чаще. То есть, я знаю места, где, например, Билайн не работает совсем, и нам надо ходить и искать, а МТС работает. Вот понятно, что в таких местах мы не будем покупать Билайн, а если мы туда приехали, мы Билайн поменяем на МТС. А вот если нам здесь слышно, как «Здравствуйте, Мария Васильевна», а вот здесь нам слышно, как «Здравствуйте, Мария Васильевна», я не очень знаю людей, которые из-за этого будут менять оператора, потому что это и так слышно, и все давно привыкли к тому, что телефоны для того, чтобы было понятно, и для того, чтобы наслаждаться качеством симфонии. Согласен, согласен. Слушай, Дим, ну мне кажется, мы обсудили, в общем, все темы, какие хотели, вроде бы. Если есть что в заключении тоже сказать интересного слушателям, то самое время. В заключение сказать что-нибудь интересное слушать? Ну, я считаю, что основные перспективы на самом деле у нас не в развитии телефонии как таковой. Все придумано до нас, и все просто будет незаметно делаться, качество голоса лучше, количество видеозвонков будет потихонечку делаться больше и так далее. Я думаю, что основные прорывы будут на стыке со всякими бизнес-технологиями. То есть, это CRM, это управление голосом удаленное, это интернет вещей. Я думаю, что основных новостей следует ждать оттуда. Там очень много всего интересного, там очень много связанного с Big Data. Ну, да. Ну, как бы вот такой интересный кейс. Если у нас есть некий оператор, который предоставляет CRM в аренду, а рядом с ним есть некий оператор, который предоставляет телефонию, облачную, то же самое, то проанализировав совместно качество продаж с качеством переговоров, то есть, как менеджеры разговаривают, можно очень сильно найти закономерности, которые мы сможем потом продвинуть и выдавать рекомендации, как менеджерам, в зависимости от отраслей, например, как им надо разговаривать с клиентами, так и выдавать какие-то рекомендации организаторам CRM, аналитикам по улучшению работы в воронке продаж, ну и так далее. То есть, я думаю, что абсолютное большинство нововведений будет здесь и таким вот довольно, ну не то, чтобы сильно отдаленным, но я думаю, как бы вот на предел в 5-10 лет, я думаю, это замена живых операторов на телефоне роботами, которые будут неотличимы, собственно, от тех, кто продаёт нам сейчас это вживую. Ну да, 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 сейчас уже все эти технологии, всякие из Сирии, там Алиса и прочие, они, в общем-то, очень шагают, последний вот даже год, там два, очень видно, заметный прогресс. Дело в том, что сымитировать голос, задача, на мой взгляд, уже решённая, то есть, голос, эмоции сымитированы, то есть, сейчас надо придать этому информационное наполнение. Ну, самое главное, это понятно, конечно, да. Да, и я думаю, что основным местом, где это будет, это будет бизнес, а это, собственно, сейчас Сиры, мастыки с телефонией, и я думаю, что основных новостей надо будет ждать оттуда. Ну, поживём, увидим. А если к этому приделать ещё и идентификацию пользователя с обратной стороны по номеру телефона, а если к этому присовыкупить ещё историю этого пользователя, я не знаю, там из какого-нибудь Гугла, да, Гугла нас много знает. Да, да. Вот, то я думаю, что сформулировать, как ему продать так, чтобы он сто процентов это купил. Всё время почему-то вспоминается, знаешь, сериал «Чёрное зеркало», вот они молодцы, ребята, очень, все вот эти, насколько технологии могут вообще поработить нашу жизнь, просто доводят до такого абсолютизма, и... Ну, да. Но кажется, мы ничего не можем с этим сделать. Это позволяет реально людям работать меньше и получать больше. Да, ну, плата соответствующая. Да, да. Можно покупать пищу с, как там это называется сейчас модно-биологические фермы, да, то есть, органические, органические фермы, да. Можно покупать очень дорогую пищу с органических фермы, можно покупать обычную еду, которую выращивают. Да, с пестицидами и прочими. Да, да, да. Но тем не менее, несмотря на пестициды, мы продолжаем жить больше, продолжительность жизни увеличивается, люди живут уже, по-моему, вдвое больше, чем жили век назад. Ну, да. Так что, в общем. Ладно, давай на этой, наверное, философской такой немного лирической ноте закончим наш выпуск. Спасибо тебе большое, что пришёл, или даже в этом в данном случае я к тебе пришёл. Да, и тебе большое спасибо, что ты ко мне пришёл. Да. Друзья, всем спасибо, что нас слушали, надеюсь, вам было интересно. Пишите ваши там замечания, комментарии, пожелания, предложения, мы всегда будем очень рады. Вот. Ну и до новых встреч. Да, спасибо большое, до новых встреч, до свидания. Пока-пока. Пока.